Сквер «Дубовый колок» на улице Старозагора – одно из первых мест, которые благоустраивали в Самаре по программе формирования комфортной городской среды, части нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас и лавочки, и детские площадки, и сцена со зрительскими местами сохранились. Территория продолжает пользоваться популярностью. Остается вопрос по наполнению озера водой. Во время объезда Кировского района глава Самары Елена Лапушкина выслушала предложение о том, как восстановить уровень воды. Возникают вопросы по наполнению озера. Это такая общая проблема города. Все равно мы это решение найдем, и совершенно точно вода там появится. Еще один сквер, который стал любимым у горожан – сквер Невского в Зубчининовке. Здесь находится скейт-парк, который всегда наполнен юными экстремалами. Тренеры-общественники проводят в сквере занятия на открытом воздухе, а жители совместно с настоятелем соседнего храма организуют праздники и концерты. С храмом? Не то слово. Мы с ними в унисон работаем. Мы подключаемся, свет берем у них. Праздники проводим совместные. Вот в ДНР собирали помощь, тоже совместно делали. Понимаю, что вечером здесь гораздо больше людей. И рада, что эта территория жива, что она, в общем-то, до жизни наполняется. Надеюсь, что когда-нибудь у нас здесь появится такая большая детская площадка. Тем более место для него есть, место подготовленное для детской площадки. За территорией ухаживает, и она вот точно любима. Глава города во время объезда посмотрела также и школьную аллею на Ташкентской, и сквер фискультурников. К содержанию этих территорий замечания минимальные, а вот работы по уборке прилегающих дворов и дорог необходимо усилить. Такое поручение дала глава Самары управляющим организациям. По уличной дорожной сети есть замечания и по содержанию приладковой территории, и по покосу, по подбору мусора. Надеюсь, что в ближайшее время вот эти огрехи будут устранены. Во время объезда Кировского района Елена Лапушкина заехала и во двор дома номер 155 по Зубчаниновскому шоссе. Жители дома обращались к главе во время прямого эфира на телеканале «Самары ГИС» с просьбой привести в порядок футбольное поле. На месте оказалось, что управляющая компания не выполняет и другие обязанности. Хозяйственникам была поставлена задача устранить недоработки. Часть жителей пригласила на прием, который будет в ближайшее время, и спорные вопросы по обслуживанию управляющей компании, я надеюсь, мы там разрешим. Еще глава Самары оценила состояние бульвара «Металлургов», отремонтированного по федеральному проекту в 2019 году. Здесь ресурсоснабжающие организации должны восстановить благоустройство после проведения своих работ по замене коммуникаций, а городские предприятия должны заменить несколько аварийных деревьев около памятника Мочелову. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов, Константин Головин. События.